Продолжение следует... 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 как бы, да, в связи с какой своей целью вы хотите, ну, вот, как бы, вот эту тему просмотреть, да, что вот, как бы, есть какая-то у вас задача, цель, и вам нужно ее до завершителя, да, пройти этот, да. Ага, вот есть единичка, да. Хорошо, тогда, значит, задача у вас будет такая, то есть я буду рассказывать про то, как это вообще работает, да, а вы так прям через себя пропускайте и думайте, каким образом к вам это применимо, потому что это вещи такие очень практические. Вы знаете, вот, на самом деле, вот такой вот увлекательный факт, и на самом деле очень сильный, как я его вот оцениваю, был такой один из основателей коуча, который звали Томас Итланарт, и он сделал, он создал формулу успеха. И тут, конечно, поражающие факты такие, да, вот эти цифры вот указаны, что для того, чтобы достичь успеха, да, 10% определяют наши знания, да, то есть то, что мы знаем, 40% определяют наши мысли, то есть что мы думаем о себе, что мы думаем о проекте, что мы думаем вообще по поводу процесса этого всего, да, а 50% это окружение, это среда, да, то есть все, что нас окружает. Тут мы и это понятие, оно достаточно широкое, и как раз сегодня мы вот об этом будем разговаривать, да, какое у нас окружение, это и не только люди, да, это гораздо шире, гораздо больше такой пласт, но вот наше окружение, оно как раз может быть такой либо поддерживающей нас силой, да, либо оно может нас наоборот оттягивать назад. И если говорить про какую-то такую классификацию, то среда, которая вокруг нас, да, она может быть либо поддерживающей, либо препятствующей. И наша с вами задача создать такие условия, при которых она будет нас поддерживать, потому что на самом деле это как если вы отправляетесь на какое-то плавание, да, то вам нужно подумать, на чем вы плывете, какой корабль, или плод, или лодка, да, и вот это вот оснащение, оно очень часто является чем-то критически важным таким. Вот, и, конечно, знаете, почему-то вот об этом люди как-то меньше думают, да, я даже думаю, что, возможно, у вас была мысль, что мы будем говорить сами о каких-то, наверное, ваших там волевых качествах, о каком-то, что-то связанное с дисциплиной, что-то связанное с таким, вот знаете, с усилием у нас, с каким-то. Однако, видите, как бы по факту получается, что 50% успеха, да, вот определяет то, что нас окружает и то, насколько нас это поддерживает и ведет. И давайте вот сейчас более подробно, как раз, об этом говорить, да, то есть что относится к этому, какие у вас есть версии. Напишите, пожалуйста, в чат вообще, как вам кажется, что относится к среде. Вот прям представьте себя, вот ваш проект, да, вот есть и вы, да, есть какой-то ваш внутренний компонент, есть ваша воля, есть ваш характер, есть про понимание какое-то ваше, да, почему вы идете к этой цели, да. А что может относиться к среде? Вот давайте вот так вот, да, поддерживающая среда. Что в нее входит вообще? Какие вот элементы, как вам кажется, она может в себе иметь? Потому что, на самом деле, а в чем мы сейчас это с вами будем разбирать? Потому что на каждый фактор вы можете оказывать влияние, тем самым поддерживать себя, да. Или наоборот, не оказывать влияние, если, конечно, он у вас, собственно говоря, удачный, и, в общем-то, слава богу. А если нет, то получается, то каким-то образом его нужно корректировать. Ну, а первое, что переходит вообще, да, на самом деле, про вот так, окружение, это люди, да. Нас окружают люди. Наша семья, наши коллеги, А, ну вот Наталья как раз пишет по поводу людей, да. Ну, да, действительно, первое, что приходит в голову, это муж, семья, друзья, различные сообщества, да. То есть это люди, которые либо нас поддерживают в нашей идее, да, либо скептически к нам относятся, либо, так знаете, в нейтралитете в таком находятся. Ну, вот увидим, что у тебя выйдет, да. То есть они и не вымешиваются, да, и в то же время не оказывают какой-то помощи в этой поддержке. Да, и также, собственно, это на наши все коллеги, наши все знакомые. И вот то, что Наталья написала, очень важная вещь, это различные сообщества, да. На самом деле, еще же, да, есть информационное сообщество. Иногда там бывает гораздо больше единомышленников, чем те люди, которые вот находятся прямо вот у нас тут вот, да, вокруг нас. И вы знаете, вот для того, чтобы какой-то свой проект реализовать, особенно если он новый, особенно если он новый, и он в вашей жизни не особенно был проявлен, допустим, да. Я помню, у меня была приятельница одна моя, она долгое время была в декрете, она с детьми была, а потом она вот решила работать, пойти в бизнес. И когда она об этом сообщала своим друзьям, они округляли глаза, потому что у них как-то не очень вписывался ее образ в бизнес, что вот где она, а где бизнес. И это было как-то для них таким шоком, они ее скорее вот отговаривали, потому что как бы хотели предостеречь от ошибки, да, как бы с заломки подстелить, что типа, ну, может быть, тебе не надо, вот огорчишься, что тебя не возьмут. Вот. Но вот как бы, да, вот когда вы нечто такое вдруг новое пытаетесь сделать, очень часто та система, которая вокруг нас находится, она так в вопросе начинает, начинает тянуть нас назад. И тут есть две вот рекомендации, которые я вам могу дать. Первое. Если вы четко понимаете, что есть люди, которые вас не очень поддержат, или будут отговаривать, или отыщут пятьдесят пять аргументов, почему у вас это не очень получится, или почему сейчас этого и не надо делать, не надо им об этом говорить. Просто не надо им об этом говорить. Да, и тогда они, ну, просто об этом и не будут знать, потому что, вы знаете, был такой один вот ученый, Champion Touch, он основал психокинетику. Он такой, он был сам физик, да, и поэтому он так очень подходил к роду, как физик, да, то есть он очень там четко видел взаимосвязи. И вот он говорил такую вещь, что ведь курица, она когда сидит на яйцах, она же не кудахчет, она тихенько себе сидит и высиживает яйцо. А вот когда уже яйцо возникло, она сообщает об этом всему миру, да. И он очень как бы так прям вот рекомендовал не сообщать о новых проектах людям, да, пока у вас уже вот эта ваша идея или проект, или как, ну, или нечто новое в вашей жизни, да, не дооформилась, да, что когда хотя бы есть нечто, что предъявить можно, да. То есть это вот одна вот из версий. Я думаю, что на самом деле, если есть люди, которые могут поддержать вам, вот им имеет смысл рассказать, да, но всем остальным, наверное, и не имеет смысла, да, потому что тем самым вы поддерживаете себя, тем самым вы просто не будете встречаться с препятствующей средой, потому что надо будет на какие-то вот аргументы объяснять, вот объяснять им, почему это у вас получится. И получится, что часть вашей вот энергии, она тратится не на дело вот на это, да, а на объяснение, почему это будет, да. И вообще сказать нужно, что иногда бывает такое, что люди просто так много об этом говорят, что вся сила уходит именно в разговоры, а не в дело. И вот эта курица, она, конечно, в смысле очень показательная, что тихо себе сидит там и, значит, и делает свое дело. А когда у нее уже нечто есть, что предъявить, она об этом сообщает. Поэтому первая рекомендация насчет среды, да, пожалуйста, профильтруйте свое вот так вооружение и подумайте, знаете, таким вот критическим, посмотрите на это взглядом, имеет ли смысл, кому вообще имеет смысл об этом говорить, кому нет, да, вот в целях, да, вот того, чтобы вы могли себя вот так запросить. Ага, поставьте, пожалуйста, плюсик, если вообще знакома вот история, когда вы кому-то вот рассказываете вот о чем-то и встречаете какие-то сомнения, возражения, предостережения, кучу советов. Вообще в вашей жизни такое когда-нибудь было? Есть у вас в вооружении люди, которые считают своим полгом, как-то, в общем-то, хомучим вам с этим разобраться? Если да, то я от вас жду плюсиков. Если нету плюсиков, то значит, у вас очень поддерживающее окружение, я смогу с этим прям, тыскренно за вас склада. Тогда переходим как раз вот к этим, к референтным группам, да, о том, что если вдруг, да, у вас не очень этого окружения есть, всегда имеет смысл искать тех людей, которые с вами заодно, которые тоже находятся в той фазе развития, делают тот же самый проект, или, не знаю, там они, допустим, развелись с мужем тоже, у них тоже сложный период, и всегда эти люди, как бы, да, кучкуются в одной группе, потому что у них есть общая цель такая. И поэтому имеет смысл вот искать то сообщество, спасибо большое, да, за это, за то, что на самом деле есть сообщество, и их нужно искать, потому что это как раз та поддерживающая среда, которая вас будет поддерживать, это честно, поддерживающая среда, которая будет поддерживать. Хорошо. Есть еще у кого какие-то мысли, что еще относится к среде? Так, вот у нас был комментарий, кажется, я сама такая. Любой проект воспринимаю с критической точки зрения. Иногда друзьям сразу выдаю, где им нужно, будет сложно предотвратить мечту в жизнь. Сначала говорю, потом думаю, надо бы промолчать. Спасибо большое, Надя, за такой комментарий, честно. Знаете, у нас у всех очень часто такое бывает, что критический мозг, он включается первым, да, мы лучше всех знаем, почему это не очень получится, да. А если мы говорим про достижения и вообще про какой-то успех, то нам нужно, он нам нужен, критический мозг, и мы можем, как бы, да, если вас спросят об этом, да, и узнают, скажи, пожалуйста, какие-то видишь риски, да, в чем я могу потраховаться. Тут вообще на полную катушку, да. Но когда вот это, знаете, еще вот росточек в землю посадили, и его уже начинают там дуть на него холодным ветром, то мало шансов то, что это вот вырастет, да. И на самом деле, да, вот это вот по поддержке и вообще какое-то теплое слово, оно врагово стоит, Надя, поэтому, да, можете практиковать чуть-чуть более, как бы, да, такое поддерживающее поведение и к друзьям, и к самой себе тоже, да, потому что мы же ведь так же и к самим себе вот относимся. Хорошо, давайте вернемся, что же у нас еще к поддерживающей, что у нас к окружению, к этому, к поддерживающей среде относится. Еще у нас относится информация, да, информация, что мы слушаем, что мы смотрим, да, потому что то вот наши мысли, да, видите, 40% это на наши мысли, да, это то, во что мы верим. Скажу, в общем, когда люди встают на какой-то путь позитивных изменений, да, и там пишут аффирмации, там, или, да, или пытаются как-то работать с собой, да, верить в позитивное, конструировать позитивный образ, а потом берут и включают новости, допустим, да, и новости какие-то такие черные, то понятно, что вся вот эта работа, которая до этого была проведена, она уходит в песок, потому что объем информации, как бы то время, которое вы тратите, да, допустим, мы с вами, да, на вот этот негативный поток информации, его больше. А получается, здесь тоже нужно беречься от информации, которая нас может раздавить, к которой мы пока не очень сильно готовы, например, да, и вообще, как бы, то есть фильтровать информацию, то тоже, потому что понятно, что есть передачи и телевизоры в интернете, этого всего много, да, которые просто служат своим целям. Еще вот один фактор, который связан с окружением, да, вот если смотреть, если представить себе, да, что мы достигаем цели за счет, там, собственного характера, собственной воли, собственного качества, собственного желания, да, то наше тело, наша физиология, это тоже является окружением для той конфетки, да, которая находится внутри нас. И поэтому, вы знаете, бывает такое, ну, кажется, например, каким вот образом открытие, там, интернет-проекта, допустим, связано с тем, что я буду, не знаю, там, вот утром на улицу выходить, например, или там делать какие-то минимальные физические вот упражнения. Каким образом это связано? Кажется, что вроде как, наоборот, отнимается время. Но получается так, что все это нас поддерживает в хорошей форме, которая нам дает некоторую силу. То же самое, на самом деле, с природой. Вот замечали ли вы когда-нибудь, да, что бывают такие состояния, вот если я вот сейчас вот то, что я вот рассказываю, вы вот узнаете, у вас такое хотя бы было вот один раз в жизни, то я от вас жду в чат плюсика, да. А бывают состояния такие, знаете, как будто вы вот превращаетесь в аминобу какую-то. Вот силы нету, ничего не хочется, какое-то такое ощущение, что в кучу себя собрать и не можете, да. Очень такое какое-то вязкое состояние. Вроде бы есть планы, и вроде бы понятно, что надо делать, но вот сил собрать себя совсем нету. Как-то прям вот все дается сложно, да, и не нравимся себе, и вроде делать ничего. Вот такое какое-то прямо разбитое состояние. И, казалось бы, и мы в этот период находимся дома, допустим, в квартире, да. И ведь очень просто просто встать, выйти вот из дома, переменить обстановку, и там нам явно станет лучше просто выйти на улицу, например, да, потому что любое переключение, оно нас как-то, да, будет поддерживать, но как будто бы силы нету. И вот природа и вообще вот эти вот внешнеэстетические вещи, они тоже очень сильно на нас могут оказывать влияние, да. То есть то, что нас окружает, нас красота вот так окружает, нас природа там, да, или у нас там, не знаю, мы смотрим в окно и видим там, не знаю, какой-то дом панельный, плохая погода, например, все время, да, вот, ну, вот эти вещи, вот они тоже очень важны, поэтому если вы можете, если вам плохо, если вам сложно, вы хотите вот остановиться, вы можете прямо себя вытащить, да, и ехать в то место, какое вы любите. Может, у вас есть какое-то кафе, какое вы любите, да, может быть, какой-то шпарк пойти, поглядь, все что угодно, да, но чтобы вот эта вот внешняя картинка, внешне природная вот история, вот это изменилось. То есть то же самое можно еще сказать про квартиру, допустим, да. Вот, вы знаете, я думала, когда вот по поводу вот этой темы, вообще на самом деле получается вот окружение, у меня есть такой фебинар, он связан с колесом баланса, да, и там на самом деле есть 8 областей, которые в жизни ваши есть, да, это там профессия работа, это деньги, это здоровье, свое тело, это обучение развития, это внешние контакты с людьми, это отношения в семье, любовь, организация быта и отдых и путешествия. На самом деле ведь как бы вот в этом окружении есть каждый кусочек из этого колеса, и на самом деле если вы имеете какие-то занятия и тела, связанные с колесом баланса, да, то есть у вас есть какие-то мероприятия, связанные с поддержанием собственного тела, есть какие-то мероприятия с поддержанием внешних контактов, есть какие-то, ну понимаете, да, вот все вот эти вещи есть, то на самом деле это получается та поддержка в жизни вашей, которая вам позволяет быть эффективными и реализовать тот проект, который себе наметили. А я вот остановиться хочу на самом деле на организации, да, на организации собственного дома, на условиях жизни. Знаете, вот очевидная вещь такая, да, что когда вы пробираетесь через хаос, например, да, или у вас там бардак на вашем рабочем столе, то сложно собрать себя в кучу. Это очень сложно и как-то все это вот внешне раздражает. Поэтому, знаете, получается, что вообще на самом деле вот эта поддерживающая среда, она складывается из кусочков и не влияя прямо на свой проект или на свою задачу, мы можем через другие области создать себе такой фундамент, который нас очень эффективно приведет к своей задаче. Вот, и вот это вот, вот эти вот все факторы, они очень на самом деле важны. А что еще может быть? Давайте еще раз перечислим, значит, это информация, да, фильтруйте вот эту информацию, избавляйтесь от лишней информации, избавляйтесь от какой-то черной информации, у кого что плохого произошло, кто там обанкротился, да, это все добавляет вот эти какие-то капельки в ваши мысли, в ваше представление, да, и вы все меньше и меньше верите в успех того, что вот у вас получится, да. Люди, да, люди, посмотрите на ваше вот окружение, на своих знакомых, какие люди поддерживают вас и больше общайтесь с этими людьми. Какие-то люди меньше вас поддерживают, ну, просто рассказывайте им о том, что вы делаете. Да, если вы ощущаете какую-то усталость физическую, да, или у вас как-то ваш организм не очень поддерживает вас, значит, первая очередная задача, может быть, направить какие-то усилия на это, да, для того, чтобы потом вам с новой силой вернуться по проекту вашему. Вот, и вот эта природа и организация условий вашего проживания, да, может быть, у вас там много каких-то вещей лишних, можно это выкинуть, да, если какая-то вот одежда вы одеваете и понимаете, что это не очень ваша одежда, и вы не очень справитесь сами себе, да, то есть получается, что как бы вы не работаете на то, чтобы быть в ресурсном состоянии, значит, надо с этим как-то вот разобраться. И все эти вещи, как бы, кажется, там, мелкие, не очень важные, на самом деле они все в совокупности дают как раз то окружение вокруг себя, информационное, физическое, вот эстетическое, да, коммуникационное, которое будет вот этой вот... Где там у нас? Вот этой вашей поддержкой. Хорошо, у меня к вам сейчас просьба, напишите, пожалуйста, в чат, мне очень важно это услышать, поскольку, да, у вас какой-то конкретный проект есть, да, что вот вы сегодня вот отсюда, да, то, что вот я вам рассказала, можете взять какую-то крупинку, возможно, да, то есть пересмотреть, не знаю, отношение к информации или к окружению. Если посмотреть на ваше вот окружение и понять, как я могу, на что я, на какой фактор я могу воздействовать, для того, чтобы стало мне легче, для того, чтобы я ощутила поддержку. Вот подумайте, пожалуйста, а что в вашем случае будет вот таким вот маленьким шажком в поддерживающую среду? Если у вас уже есть ответ, пожалуйста, вот я его жду в чате, у нас сегодня сегодня какой-то очень вялый чат, на самом деле, в первый раз это такое вижу. Ну, я вижу, да, что все с, и не все с компьютеров, но все-таки прошу вас, пожалуйста, если у вас были какие-то для вас интересные вещи, которые вы вот увидели, как некий шаг, напишите, пожалуйста, мне. Я думаю, это будет полезно также другим участникам увидеть, в чем для вас была ценность. А я расскажу для тех, кто смотрит нас видеозапись, или для вас, если вы об этом и не знаете, что в сентябре у нас будет, я буду делать группу по обучению коучинга. Она будет очень такая вот камерная, очень личностная, и это будет в комфортном для вас режиме сделанном. Если для вас вообще вот интересен коучинг как инструмент для себя, для того, как работать с собой, или как работать с другими людьми, да, то, пожалуйста, можете вот регистрироваться на это обучение, а будет короткое интервью перед вступлением на этот курс, для того, чтобы я могла прояснить ваши цели и создать этот курс максимально с вашими задачами, да, потому что, на самом деле, он может тоже быть очень пластичным и гибким. И задача моя, на самом деле, дать квинтэссенцию, потому что школа коучинга МХАСа, на самом деле, есть очень хорошие, сильные, глубокие школы. Они обычно требуют присутствия физического, да, и там длительное вот обучение такое. При этом есть такой концентрат информации, который, наверное, является основным. Я буду делать так, чтобы выборы проходили через все эти процессы сами как клиенты, а потом мы будем анализировать, а что я такого с вами не делала, и через это вы будете вот обучаться коучингу. Я знаю, что это самый вот эффективный путь, поэтому буду его практиковать. Хорошо, тогда вот увидимся через 7 дней. Помните, пожалуйста, что вы, наверное, по пути, помните про вашу цель. И поддерживающая среда пусть для вас будет действительно той поддержкой, какая вам нужна. Я вам пожелаю хорошего дня, хороших недель, всего вам самого доброго и до новых встреч. Всем пока. Отключаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok